Всем привет дорогие друзья, с вами Афай, прием работ для будущего ивента в доте подходит к концу, а это значит что в мастерской появилось еще больше качественных и красивых сетов, и если вы не видели прошлую часть сетами, то обязательно посмотрите. Ну а сейчас давайте посмотрим на новые, к слову в прошлый раз вашим фаворитом оказался данный сетик на бурду, так что в этот раз попробую вас не разочаровать и показать все самое интересное, по крайней мере на мой вкус. Ну а вы в свою очередь не забывайте ставить лайки и подписываться на канал, и также пишите какой сет из всех вам понравился больше. А ну и на телеграмм можете подписаться, там тоже появляется сет из мастерской D, вообще много чего интересного. Вступление немного вышло затянутым, но не будем делать его еще длиннее и начнем. И первый комплект на дарксира, сан год, бог солнца то есть. Ну и этот сет по большей части попал в отборку из-за моей любви к обводке разных элементов, а тут она еще и неоновая. В остальном же сет вдохновлен культурой ацтеков, из похожего у нас уже есть сет на клокверка, и к слову было бы интересно играть в команде с тематическими сетами. Основным слотом тут выступит думаю спина и голова, а к слову с учетом заустренных углов, иммортл руки хорошо подойдут к данному комплекту, да и в целом просто смотрится он сам по себе довольно таки комплектно и интересно. Далее комплект на мэрту, от создателей прошлого сета. Внешне смотрится неплохо, хотя например салта ружья мне вообще не особо нравится, но подборку я его взял за счет крыльев, ибо мало того что они и так смотрятся хорошо, так еще и в ульте они меняются и становятся тряпичными. К слову маска с лица бэнши также в ульте пропадает, и в итоге мы получаем интересный концептуальный комплект, на героя, на которого пока что довольно таки мало наборов, но а из того что есть на данный момент в мастерской, это чуть ли не самая интересная работа. Сетик на Никса. Также не самый частый герой, на кого вал выпускают наборы, да и в мастерской на него редко что можно найти. Конкретно данный комплект представляет Никса в виде робота в японской тематике, и он чем-то напоминает Сосори. Нестандартная цветовая гамма для данного героя, но за счет синих элементов будет неплохо сочетаться с имморталками. Ну и сложная составляющая также интересно реализована, ведь Никс это все-таки ассасин, а тут это показывается чуть ли не каждым его элементом. И в отличие от других наборов на Никса, это первый, который подходит под его как бы третий спелл, карапасы, ведь весь Никс оснащен острыми элементами. Набор на Асана, то есть личность фантомки, представляет из себя, если честно, что-то непонятное, полурыцарь, полувикинг, но выглядит очень интересно. Во-первых, со спины герой смотрится очень хорошо, плечи с полуплощом и головами какого-то животного. Слот оружия как бы раздваивается, и имеет дополнительное лезвие с каждого конца, а на поясе висит полупрозрачный меч. На фантомку в мастерской был похожий сет около года назад, но до игры он так и не дошел. Будем надеяться, что хотя бы этот сет валф не будет со стороной. И несмотря на то, что ивент не за играми, если вам уже сейчас не терпится пооткрывать сундучков, то проект майдот вернулся после большого перерыва, и вместе с этим подготовил новую линейку сокровищниц с очным дропом, где вы сможете выбить все, что хотели. А также там есть апгрейды, контракты и сражения, в которых вы с соперником открываете чест, а получивший предмет дороже забирают оба. Проект существует много лет и имеет хорошую репутацию, и много пользователей. Хороший дроп и постоянное обновление. А по моему промокоду вы также получите 40% бонус к пополнению, и все ссылочки как всегда будут в описании. Сет на скаймага в египетской тематике. Интересно переработанная цветовая гамма. То есть она как бы и почти стандартная, белый, синий и желтый, но тут все-таки темно-синий и золотой, а белый заменен серым. Оружие представляет из себя большой видоизмененный анг, в котором находится уже стандартный анг. Мега реалистичные крылья, ну да и в целом я просто очень люблю египетскую тематику, поэтому данный сет не мог обойти стороной. А если мы все-таки увидим аркану на скайе в ближайшее время, то будет интересно посмотреть, сможет ли этот сет с ней сочетаться. Сетики на личность CM. Почему сетики? Да, на самом деле я так и не смог выбрать из них более хороший. В каждом есть что-то интересное, но в целом как будто бы прям идеала я так и не увидел. Поэтому давайте мельком о каждом. Первый. Айрон Мейден. Личность заключенная в доспехе, при виде сверху смотрится супер, но мега руинит слот головы с торчащим крогом. Да и свисающая булава с шеей тоже как будто бы лишняя. Второй. Миллениум Гвардиан. Прекрасный обширный слот хвоста, да и голова вроде смотрится неплохо, особенно под этот хвост. Но редкие розово-красные вставки, как будто бы тоже тут ни к чему. Да, без них сет будет еще скучнее, но в любом случае он явно проигрывает предыдущему. Да и слот летающих кинжалов вокруг героя тоже очень слабый. Тамама Но Майя. Сет опять в японской тематике, чем-то похожий на уже существующий комплект на Мирану, который также был в формате коллектор кэш. Личность предстоит в виде духа лисы. Сверху также смотрится очень хорошо. Интересный слот летающий кинжалов в виде кунаев, красивая маска, но опять цветные вставки смотрятся не очень. Хотя опять же сверху их и не видно. Возможно все-таки лично мне он нравится чуть больше предыдущих, но как будто бы личность на цену и подразумевает, что в ней ничего яркого появляться не должно, а в принципе монотонные бело-синие такие цвета. Давайте рассмотрим еще сет на героя, который также очень редко получает новые комплекты, но при этом является невероятно популярным. Это набор Frostbeast на Бару. Тематически хороший сетик, под зиму с ледяными кристаллами по всему телу Бары. Да, он явно не самый красивый набор за Мастерской, но на Бару там почти что-то вообще ничего нету. Думаю добавить на этот сет визуальных эффектов, и он уже будет намного лучше. Ну а слот головы спокойно можно будет заменить иммерталкой. Как по мне, она хорошо впишется в данный комплект, по крайней мере по цветам. Комплект на кунку. Golden Sea King. Да, пусть на кунку и так выходил недавно очень хороший комплект, но обойти стороной этот слот плечей в виде двух впившихся акул я просто не могу. Я бы даже сказал, что они бы являлись лучшими плечами, не считая иммертал плеч, которые и так есть у небольшого количества игроков, поэтому по сути их можно не считать. Более чем уверен, что сет будет хорошо миксоваться с как раз таки прошлым выпущенным данного героя. Также отличный слот оружия в виде прямого кристаллического меча. Да и кстати, с лорной стороны тоже в теории неплохо. Кунка покрыт ледяными кристаллами. К слову, как и прошлый комплект на Бару, но лед это все-таки одна из форм воды, а кунка капитан, ну и вы поняли. Сетик на Бэйна. Вирлэнд пест. Бэйн полудракон. Оказался в подборке по той же причине, что и некоторые сеты ранее. Герой крайне обделен вниманием Valve. Этот сет довольно качественный. Касательно красоты, я бы сказал на вкус кому как, но в нем явно что-то да есть. Как минимум он неплохо детализирован. Ну и под иммортал голову будет самое то. Основным слотом будут руки за счет прикольного крыла. Также за счет этого же крыла герой кажется больше, но в самой игре он уже полноценно похож на дракона, и на этом по сетам все. В этом году по ощущениям в мастерской было гораздо меньше хороших работ, чем в прошлых. Но в любом случае нам с вами остается только ждать хладрыжества. Будем надеяться, что там будет достаточно новых косметических предметов, так что в таком случае лучшие миксы из новых шмоток вы также увидите на канале. Еще раз напомню, что вы можете подписаться на мой телеграм-канал, ибо там много всего интересного. Ну а теперь уж точно все. Всем спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока.